Завидую тем, кто был допущен в эту замечательную гримерку, в эту святая святых. И те люди, которые имели поставить право эти автографы на стенах, на потолке, они были допущены Олегом Басилашвили, за что ему низкий поклон. И поклон за то, что он так умело, так сердечно, так интересно рассказывает о замечательном, о самом моем любимом театре БДТ. Программа передач на понедельник, 6 марта, 20.55. В 21 час баскетбол. Североевропейская лига. Встречаются команды ЦСКА и Ли Тувас Ритас Вильнюс. В 22 часа выйдут в эфир новости культуры. Мои истории Сати Спивакова рассказывает о пианисте Евгении Кисине в 22.20. Фильм Микеланджело Антониони «За облаками» с целым созвездием знаменитых актеров, таких как Софи Марсо, Джордж Малкович, Фани Ордан, Жанна Муро, Марчелло Мастрояне. 22.45. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! Мы заканчиваем чтение 9 главы Евангелия от Марка. Мы вот уже вот-вот на пути в Иерусалим вместе с Христом и Его учениками. С одной стороны, а с другой стороны, здесь, сегодня, сейчас, в 2000 году, мы в двух неделях от того, когда закончится первая неделя Великого Поста. За неделю до начала. Сегодня так называемая неделя о страшном суде. И вот это ощущение уже короткости пути Христа до Его распятия и нашего с вами пути до Великого Поста, а потом через Великий Пост до входа Господня в Иерусалим и до распятия, может быть, поможет нам немножко в ощущениях при чтении этих глав Евангелия от Марка. Мы на пути в Иерусалим. «И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, продолжает Христос учить своих учеников, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды свои. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили мой жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержены в гиенну в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, Лучше тебе с одним глазом войти в царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержена в геенну огненной, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и мир имейте между собой. «Отправившись оттуда, приходят в пределы иудейские за Ярданской стороной, опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их». Это, как впрочем, все на самом деле Евангелие не просто для оттолкования, но здесь в некоторых случаях даже и текстологи спорят между собою и комментаторы. Мне кажется, что здесь есть несколько важных моментов, которые мы можем, если не сгладить и примирить между собой, то, по крайней мере, уяснить, в чем смысл и суть того, о чем говорит Христос. Во-первых, мне кажется, очень важно, что при всем максимализме его высказывания, его получения в этом месте, он всегда смягчает свой максимализм, который, кстати говоря, очень редко возникает в его суждениях. Как правило, они всегда приветствуют даже малое участие человека в божественной жизни, малое движение его на пути к Богу. Ну, как в данном случае, «кто напоит вас чашу и водой за имя мое, не потеряет награду своей». Так что, как и в случае, скажем, с оценкой поведения вдовы, которая принесла всего две лепты, так и тут малейшее движение на пути добра уже оценивается Христом. Но именно сейчас, когда он после преображения, после своего максимального расцвета на глазах учеников в пределах земной жизни, максимального просветления, и вот сейчас уже на пути к Иерусалиму, к пределу своей земной славы, когда народ за ним бежит и одновременно к своему унижению, к крестным мукам и по существу, к предельному унижению человечества в целом, которое по своей воле распяла Бога, в этот момент он произносит очень важные слова, призывающие человека к максимуму, к тому, что он может и должен сделать. Соблазн опасен. И поэтому такие жесткие слова про отсечение всего того, что препятствует тебе на пути к Богу. Потому что так дивно Царство Небесное, что если что-то тебя отрывает от Царства Небесное, отсеки это, и дальше перечисляется то, что нужно сделать. И опять-таки огонь, соль – это те слова, которые так понятны и внятны тем, кто его служит. Действительно, а что сделать с несоленой солью? Кому она нужна? Вот это умение в тот момент, это дивная, на самом деле, божественная педагогика. В тот момент, когда нужно предельно напрячь духовные силы учеников, им говорится на таком внятном и доступном языке. Понятном, им говорится про то, с чем они постоянно имеют дело, что связано с их повседневной жизнью. Это не отличенные философские категории, это не логика, это сама жизнь. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволить ли разводиться мужу с женой? Он сказал им в ответ, что заповедовал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разобное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил. Посему оставят человек отца своего и мать, и прилепятся к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Опять-таки, есть реальная жизнь, в которой есть закон, где установлено, что такое жизнь мужа и жены. А есть реальная жизнь и есть история человека, в которой он приспособляется даже и к закону. Вот можно написать некое письмо, где объяснить мотивы, по которым муж с женою разводится. И это да, и этот развод уже существует. Но нужно помнить, во-первых, о том, что сказано. Одна плоть. И второе. Никогда не нужно себя обманывать. Не делая вид, что ты разводишься со своей женой или жена с мужем. Поэтому здесь сочетаются и языческие обычаи, и иудейские, по которым жена и не могла развестись с мужем. Но так или иначе. Вот только не обманывайте себя и не говорите друг другу, что вы это совершаете по неким высшим мотивам. Разводитесь, потому что прелюбодействуете. Есть все время, вы могли бы так, наверное, сформулировать. Есть тот максимум, в котором человек приближается к своему идеалу, когда и проступает в нем образ Божий. Это то, когда он живет действительно по словам, которые сказал Господь. Есть то предельное падение, когда человек ниже закона. И есть человеческий закон и человеческие обычаи, которые снисходят к человеческим слабостям. Вверх выше закона, вниз ниже закона. И закон. Вот примерно так живет человек. Но самое главное. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо...»